Здравствуйте! В эфире новости Смоленск АЭС в студии Анны Пименова. Мы расскажем о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Данное оборудование позволяет выявлять более 40 потенциальных дефектов. Разработка и внедрение новой линейки оборудования. А сеть мы отдаем с каждого урока 1038. Педагоги Смоленской области на станции. Социальный проект Росатома. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». Концерна «Росэнергоатом» план выполняют по году на 100,8%. О техническом состоянии Смоленская сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3199 мегаватт. Выработка электроэнергии за 11 дней декабря составила 846 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 317 миллионов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 20,99 миллиарда киловатт-часов. Сверх планы 491 миллион. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Трубопроводная арматура современных электростанций представляет собой один из наиболее многочисленных видов оборудования. На одном энергоблоке мощностью 1000 мегаватт установлено более 4000 единиц арматуры. Изучив статистику сбоев и отказов оборудования по вине электроприводной арматуры, специалистами Смоленского филиала акционерного общества Атомтехэнерго была разработана и внедрена линейка оборудования, позволяющая проводить диагностику арматуры и выявлять дефекты, которые влияют на работу АЭС. С 1991 года по настоящее время Атомтехэнерго разрабатывает и производит и применяет на АЭС России за рубежом средства технического диагностирования трубопроводной арматуры с электроприводом. География наших поставок охватывает 7 российских атомных электростанций и 2 электростанции за рубежом. Оборудование Атомтехэнерго используется на Смоленской АЭС с 90-х годов. У нас уже несколько поколений диагностического оборудования, начиная с имитаторов арматуры «Медведь-91» и заканчивая от этого «С-3000». Продиагностировано данным оборудованием более 10 тысяч единиц арматуры за весь период эксплуатации. Многолетний опыт диагностики ЭПА на Смоленской АЭС с использованием диагностического оборудования позволил повысить надежность трубопроводной арматуры, а также перейти на техническое обслуживание и ремонт арматуры по фактическому состоянию, то есть оптимизировать межремонтный период оборудования, а также объем и вид ремонта. Гордостью за то, что в нашей области действует предприятие, мощный поставщик электроэнергии, экологический ориентир региона, были переполнены после экскурсии на Смоленск АЭС педагоги области. Знакомство с атомным производством состоялось в рамках образовательного проекта «День учителя на объектах отрасли» при поддержке Смоленского информационного центра по атомной энергии. Экскурсия на действующую АЭС – замечательная возможность для педагогов, профессионально распространяющих знания о ядерной физике, энергетике, химии и экологии, на практике ознакомиться с атомными процессами, пообщаться со специалистами. Атомщики рассказали гостям о технологии производства тепловой и электрической энергии, аспектах безопасности и надежности эксплуатации энергоблоков, модернизации и перспективах станции. Данное предприятие абсолютно безопасное, что очень высок уровень безопасности, что за ней очень внимательно и тщательно следят не только на предприятии, но и всевозможные сторонние организации. Наверное, это и должно быть на таком предприятии, когда жизнь связана с вопросами такими серьезными, как атомная энергия, которая, в общем-то, таит в себе очень большую мощь. Я порекомендую, прежде всего, и своим родным обязательно поучаствовать в такой экскурсии, приехать сюда, на атомную станцию. Ну и, конечно, своим ученикам, своим сотрудникам, там, где я работаю в школе, тоже порекомендую обязательно посетить Смоленскую атомную станцию, потому что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Воспитанники детского сада «Лесная сказка» отправились в увлекательное путешествие в мир сказок. Праздник малышам подарил педагогический коллектив дошкольного учреждения, победивший в конкурсе социально значимых проектов «Русатома». На полученный грант 1 миллион рублей в детском саду установлен забор с изображением сказочных героев. На конкурс Фонда содействия развитию муниципальных образований Ассоциация территорий расположения атомных станций дошкольное учреждение представило проект «Сказка в нашем городе», направленный на благоустройство городской среды и обеспечения безопасности участников воспитательного процесса. Реализация этого проекта позволила нам заменить ограждение, часть ограждения, реконструировать его, оформить сказочными персонажами. Ну и цель этого проекта – это было благоустройство городской среды, прежде всего, но и обеспечение безопасности всех участников воспитательно-образовательного процесса. Жители второго микрорайона сразу заметили, как преобразился детский сад. Мне приятно сейчас вот даже пройтись, можно посмотреть на забор со своими внуками. Просто так вот идти по городу и видеть, что у нас меняется облик наших организаций, детских садов, школ, библиотек. Ну настолько приятно это вообще. Это уже не первая победа дошкольного учреждения в отраслевых конкурсах. Ранее были реализованы программы по оздоровлению, устройство спортивной площадки на улице, а также проект по патриотическому воспитанию. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленск АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин